Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, Коменд Бай. На этом объекте я был в прошлый раз, показывал вам в предыдущем видео, что произошло с кирпичной кладкой. Ссылочку обязательно вам в конце оставлю, кому будет интересно, заходите. Потому что за все время, которое я работаю, первый раз вижу, чтобы газы, которые выходили от атмосферного котла, разрушили так сильно дымоход. Я был, если честно, очень сильно удивлен. Сейчас я вам покажу, как я делал дымоход от котельни и пойдем вверх постепенно. Поставили угол 90 градусов и экранчик. Поднимемся на лестницу. Здесь также обращайте внимание 120 диаметр трубы. Но плюс обрезается, и на ровненько минусовая часть садится. Этот удлинитель, он уже вставляется вовнутрь. Это если у вас труба на раструбе, а не на гармошке. Угол 90 плавный, четырехсегментный плавный переход. И мы врезались в шахту. И вот такая красота. Закрывается экранчик 250 на 250. И внутри отверстие монтажное дополнительно стоит еще базальтовый картон. Вот у нас получилось на данном этапе. Пошлите сейчас с вами на улицу. Покажу, как мы вообще попали туда, в шахту. Что из этого получилось. Изначально я прочистку планировал сделать под котлом. Но не получилось. Почему? Потому что полуметровая стена. Полуметровая стена – это ряд проблем, которые с той стороны не решались. Поэтому было решение сделать прочистку с улицы. Это позволяло. Я ее сделал. Глубина сейчас до вот этой трубы, до гильзы, которую я загильзовал. 120 плюс 250 – 370. Плюс шов – 380 миллиметров. Это расстояние от трубы. То есть, от райника еще вставлена нержавейка, кусочек, для того, чтобы можно было поставить заглушку и вывести на улицу. Смотрим, как я это сделал. Сейчас вы видите кирпичную кладку. Я поставил экран. Когда штробится стояло, несколько вариантов было. Первый вариант – это про штробится внутри котельни. Но это было исключено, потому что, как оказалось, кирпичная кладка толщиной 500 миллиметров, то есть 50 сантиметров. С этой стороны, со стороны улицы, со стороны котельни. Поэтому было решено штробиться со стороны улицы. Так нам надо было тройник один поставить. Я делал штробу под один тройник. Согласовал с клиентом. Потому что прочистка внизу стоит. Она довольно маленькая. Можно было еще сделать и внизу штробу. И отпустить заглушку, чтобы заглушки-то не было видно. Сборник конденсата опустить вниз. Здесь получалась у нас следующая ситуация. Так что, верстья эта очень маленькая. Шахта очень далеко. И невозможно было просто взять и достать сборник конденсата. Чтобы от этих вопросов уйти, на всю длину, на 780 высотой, была сделана штроба и поставлена заглушка. Заглушка для того, чтобы можно было сделать ревизию. Шахта. Есть доступ к ней. Надо птичку спасти. Спасли. И внизу стоит сборник конденсата. Если в дальнейшем что-то поменяется, потому что это диаметр, может быть 120-й, котел встанет. Надо будет поставить больше. Бывают нештатные ситуации. В первую очередь, это увеличение котла. Он увеличится в объеме. Надо котел мощно ставить. Труба убирается, демонтируется. Экранчик снимается. У вас есть доступ. Что вопрос отделки здесь даже не стоял. Более того, что штукатурить не будет. Насколько вариантов было штукатурить дом. Тогда был бы смысл штробиться внизу. Оставлять эту прочистку в нижней точке. Тогда к ней ничего делать не будет. Опять же, согласовал, поставил экран. Сейчас вам покажу, что у нас получилось. Осторожно. Солнце светит ярко. Вот такие вот две трубы. Одна подгадывал котел, другая. Вентиляция. Все, пошли сейчас наверх. Поднимемся. Я вам покажу, как я сделал привязку к кирпичу и как усилил штанги для того, чтобы труба не наклонилась. Потому что на таких домах у вас два варианта. Либо вы поставите жесткую стяжку на две стороны, либо хомут оттяжку. Хомут оттяжка ставится на три стороны. Она гибкая. Здесь немного проблем. Здесь поставить ее невозможно. Невозможно. Поэтому я решил сделать здесь крепление жесткое на две стороны. Все, поднимаемся. Смотрим. Сейчас перед вами утепленная труба. Это последняя утепленная труба, которая начинается в конце кирпичной кладки. По всей длине кирпичной шахты стоит неутепленная труба 120-го диаметра. То есть, газы, которые будут выходить от атмосферного котла, они будут идти по трубе. Не будут соприкасаться с кирпичом. В результате чего кирпич не будет разрушаться. И котел будет работать более ровно. Потому что, для тех, кто не знает, тяга лучше в круглых дымоходах, чем в квадратных или в прямоугольных. После того, как мы прошли голой трубой, потом поставили насадку нижнюю и перешли на утепленную трубу, дальше поставили мы переход. На этой картинке вы видите, что я сделал бандаж. Бандаж был сделан без отверстий. Отверстие вырезал уже на месте, потому что я не знал, какие смещения осевые. Вот этот экран положили на кирпичную кладку. Мы его привязали, прикрутились через анкера. К нему. То есть, благодаря чему анкера держит сам экран. Если был бы кирпич рыхлый, был бы разрушен, мы бы этого не сделали. И всё. После того, как поставили экран, сделали отверстие, прошли трубой, поставили такие вот кольца уплотнения, чтобы не затекала труба. И обработали всё герметиком. Также была бутылка очковой ленты положена. Ну, смотрим. Вот такая утепленная труба у нас получилась. Вместо кирпичной кладки, которую я демонтировал. Штанги стоят для того, чтобы труба влево-право не ходила. Напомню, это 2 метра над уровнем крыши стоит. Уцеплённая труба 120 на 200. И сбоку стоит вентиляционная труба. И наверху оголовок и перебор. Сейчас поближе покажу, что у нас. Две юбки. Экран для привязки стоит. Ставятся две юбки. Две юбки дополнительно герметиком обрабатываемся, для того, чтобы было герметично, не было у вас никаких вопросов. И дополнительно ещё стоит лента узнаваемая бутылка очковая со всех сторон. Потому что вода здесь будет стоять. Куда вы от неё не денетесь на прямом участке. Поэтому, чтобы никаких затеканий не было. Сливки там. Уклон минимальный есть, но всё равно недостаточно. И дополнительно поставил ещё вот такой вот отливчик. Слоп. Вот. На кирпичный оклад сразу не капала вода. Всё. С вами был Дмитрий Михайлов. До новых встреч. Смотрите на моими объектами. Заказываю у него монтаж дымохода. Сейчас мы примерно выкинули, я не знаю, там полтона точно кирпича. Может быть и больше. Это один из вариантов, который нужно сделать. Смотри. Напоминаю, что вся труба загильзована. От начала до конца газы с кирпичом вообще не соприкасаются. Нельзя поставить в этот последний участок два метра трубы, чтобы у вас было всё хорошо. Нет, этого не будет. Всё равно будет разрушать конденсат ваш кирпичный уклад. Чтобы этого не было, загильзовывайте каналы, ставьте утеплённые домоходы снаружи. Всё. Всем хорошее настроение и дня. С вами Дмитрий Михайлов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok